Многие люди и я в том числе, пользуемся для лечения химическими лекарствами, к сожалению они не только лечат нас от болезней, но и оказывают негативное действие на другие органы и в целом на весь организм. Поэтому я постепенно стала переходить на растительные препараты и лечение травами. Как-то давно я прочитала рассказ женщины, которая благодаря чудотворной итальянской настойке смогла избавиться от головной боли, давления и прочих заболеваний связанных с сосудами головного мозга, по ее словам эта настойка предотвращает инсульт, инфакт, поэтому его можно использовать и для профилактики. Не буду лукавить, сама я до сих пор не испытала на себе его эффективность, по молодости записала и отложила в сторону, вспомнила, когда в одном известном сайте рекомендовали этот эликсир с неполной перечнем ингредиентов, проверила в других источниках, везде один и тот же состав. В этом ролике я озвучу подлинный рецепт той самой настойки, о которой впервые рассказала женщина между 2008-2010 годах. Для приготовления нам понадобится по 100 мг настоек валерианы, эквалипта, пустырника и боярышника. По 50 мг настоек пионы уклоняющего и мяты перечной. 10 штук гвоздик. 1 пакетик имбиря 10 грамм. 1 столовая ложка меда. Все ингредиенты слить в литровую бутылку темного цвета. Настаивать 25 дней периодически встряхивая, затем хорошо процедить, разлить в пузырьки с дозатором и принимать по 25 капель утром и вечером. Мой вам совет, покупайте все в аптеках, где уверены, что там продают неподдельные настойки трав, иначе вряд ли добьетесь эффекта, так же и с молотым имбирем. Лучше его сами приготовьте. В магазинах чаще стали продавать его подделки. Для лечения женской болезни миомы, хочу поделиться еще одним эффективным народным средством. Те, кто лечился по этому рецепту, очень довольны. У них полностью исчезла миома. Нужно с вечера всыпать в термос сбор из этих трав. Пустырник – 3 грамма. Боярышник – 2 грамма. Сами ягоды. Зверобой – 2 грамма. Ромашка – 1 грамм. Календула – 1 грамм. Кора крушины – 1 грамм. Бессмертник – 3 грамма. Залить кипятком 450 мл и настаивать ночь. Пить по 100 грамм 2 раза в день, утром и вечером, за час до еды, 3-4 месяца. Прежде чем лечиться травами, убедитесь, что у вас нет аллергии на какой-либо ингредиент. У лекарственных растений тоже есть противопоказания по тем или иным заболеваниям. И поэтому перед употреблением, лучше проконсультироваться у своего врача. Продолжение следует...